Сельское поселение Булатниковское. Здесь, прямо под линиями электропередач в 220 вольт, находится рыбное производство компании РИФ. При последней проверке состояния своих электросетевых объектов сотрудниками Московской объединенной электросетевой компании на этом месте были выявлены правонарушения правил установления охранных зон. По нормативам, расстояние от крайнего провода должно составлять не менее 20 метров. Мы предложили исполнительному директору РИФ Агро подготовить документацию или какие-то иные документы по проектированию, по переносу этого торгового павильона за пределы охранной зоны. В противном случае мы будем вынуждены обратиться в надзорные органы, а также обратиться и в судебный орган заправующей защиты по иску о признании этих построек самовольными, построек с нарушением строительных и технических кнопок и в дальнейшем их сносе. Мало того, что предприятие стоит в непосредственной близости к ЛЭП, так еще и прямо под линиями электропередач расположен магазин, где продается продукция фабрики. Сюда постоянно приезжает много людей, чтобы приобрести рыбу по выгодной цене. Но возникает вопрос, насколько она выгодна, если риск травматизма на данном участке увеличен. Я не задумывалась над этим. А теперь задумались? Да, теперь задумалась. Теперь поеду к Берлеву. В составе инспекции был представитель администрации Ленинского района. По его мнению, прежде чем делать выводы, необходимо ознакомиться с рядом документов и выяснить, были ли эти постройки возведены самовольно, и как получилось, что они стоят вблизи ЛЭП. Например, удар молнии в гирлянду изоляторов рвет провод. В проводе еще есть напряжение. Этот провод падает, например, возле металлической конструкции. Соответственно, вся эта конструкция будет под напряжением. Как минимум будет пожар, это точно. И в силу этого, в моем понимании, это небезопасно. Еще одним местом инспекции стали строящиеся торговые площади возле трассы М4 Дон недалеко от деревни Ермолина. Здесь найти какое-либо начальство и вовсе не удалось. Кроме охранников и собак никого. Понятно, что просто стоящее здание возле ЛЭП не может повредить здоровье человека. Но в случае повреждения линии электропередач от беды не уберечься. Инспекция, конечно, прошла продуктивно. Но я думаю, что все-таки нам стоит совместно провести ряд мероприятий по результатам этой проверки с собственником электросетей. Сотрудникам МАЭС последить за всеми строящимися объектами невозможно. Банально не хватает человеческого ресурса. Скорее, собственники должны ответственнее относиться к тому, где они строят, и четко понимать, что если не соблюдать правила безопасности и пренебрегать законом, это может привести к неприятным последствиям. Юлия Погосяна, Ленина Петров, Екатерина Чернышева, Вильное ТВ.